Здравствуйте, что делать? Купили новую обувь, она натирает ноги. Особенно это мы ощущаем весной, начало лета. Иной раз даже не новая обувь, а старая. Кстати, старая еще больше натирает, чем новая. Вот мой совет от меня, потому что я не раз с этой проблемой сталкиваюсь, а ноги у меня еще немножечко отекают. И что я делаю, как я эту проблему решаю. Иногда случается такое, натирается мозоль, но это очень и очень редко. Что я делаю? Первое. Вначале всегда, после сапог, когда я перехожу особенно на новую обувь, я ее разнашиваю в квартире. Надеваю или следочек, или капроновый чулочек, и ношу эту обувь 2-3-4 дня в квартире, не выходя на улицу. Если она немножко стягивает, затягивает, имеет какой-то дискомфорт, я увлажняю. Увлажняю очень так-то щадяще или ногу, или туфель. Можно взять водичку и туда пару капель просто шампуньки добавить. И вот получается скользкая поверхность, и легче нога обходит. Опять-таки ношу. А как вот это? Еще я хочу сказать, еще об этом. Касторовое масло. Вот, ну, конечно, так, чтобы обувь не испортить. Чуть-чуть наносим касторовое масло на стопу, и опять через следочек надеваю туфель я, и опять ношу по квартире. Если чисто кожаная обувь, она растягивается хорошо, и нога занимает свое положение. И очень, это вот касторочка, она помогает исключительно хорошо. Что ты хотела спросить? Ну, я вот где-то читала, что многие водка со спиртом. Водка со спиртом, может быть, это и правильно. Но вообще, я знаю, вот спирт для кожи, для кожи лица, для кожи тела, он, это дубящее вещество. Но такой рецепт есть, такой совет есть. Водку заливают, заливают, спирт разводят. Ну, я не знаю, тут, во-первых, можно испортить туфель, если он хороший. И как бы я не пробовала это, ничего не могу сказать. Но пока, вот для кожи, а кожа, если кожа, она обувь тоже, чтобы мне на ней стало дубы. Ну, и потом, как я ухаживаю за ногами. Я обязательно делаю ванночки дополнительные. Если я пришла с улицы, сняла туфельки, я сразу делаю прохладненькую ванночку. Можно солью делать, можно просто я беру чуть-чуть шампунь, или же пару капель нашатыря, водичка, шампунь, и такую делаю ванночку, как уже идет и профилактика отека, и натоптыша, и всего остального. Потом, после зимы, кожа очень сухая. Как-никак, это, хоть мы там принимаем витамины, и хорошо питаемся, но все-таки это весенний авитаминоз. Поэтому, коль такая проблема, и кожа сухая, надо как-то себе помочь. Ну, то, что мы принимаем там витаминчики, принимайте, это очень хорошо, но местно. Значит, вот я нашла такой крем, вычитала тоже в интернете, сделала сама, крем очень хороший. Это календула и витамин А. Чудесный крем, у кого предрасположенность к натоптышам, к трещинам, особенно людям пожилого возраста. Это средство очень-очень хорошее, мною испробовано, и я так поняла, что не только мною. Не забывайте об этом. На ночь делаете ванночку, и наносите кремчик, одеваете носочек, или делаете в виде компрессика. Помогает исключительно хорошо. И таким образом вы ногу готовите, для того, чтобы не было натоптышей потёртостей и мозолей. Потому что самое жуткое – это мозоли. Ну вот, я говорю, на своём опыте, я испытала самое хорошее средство – это касторовое масло. Хорошо. Ну, за искусственные обувь я не буду говорить, как бы я знаю, что искусственные не потянутся. Нужно покупать всё в размер, и носить обязательно, да, щулочком разнашивать, или с носочком, потому что сама по себе так не подойдёт. Ну, резина так не потянется. А кожаная обувь, никаких таких новых способов я больше не пробовала. Вот так вот не забыть. Ну, и уже в крайнем случае покупать этот бактерицидный гейкопластырь, на пяточку там или надевать. Всё. Вот такой маленький мой ответ на ваш скромненький вопрос.